Учитель – это не профессия, а призвание, образ жизни, посвященный детям. За 30 лет с момента обретения нашей страной независимости, именно благодаря педагогам, выросло целое поколение талантливых и образованных людей, новое суверенное поколение казахстанцев. Именно школьные наставники с момента становления республики как самостоятельного государства повышали уровень знаний детей. И героями нашего сюжета стали педагоги, уже вышедшие на заслуженный отдых, но всю свою жизнь посвятившие святой миссии учителя. Исполнила волю отца ветерана войны, встретившего победу в Кёнигсберге. Именно это стало основным посылом педагогической деятельности Жани Мухамбетовой. Уроженка России, она переехала в Казахстан в 1985 году уже с 15-летним учительским стажем. Долгие годы работала в городском отделе образования, обучала детей в школах номер 6, 17 и 27. А в 26-й школе была директором и унесла свой вклад в процветание в то время одного из самых низкорейтинговых общеобразовательных учреждений АКТУБЕ. Жене Мухамбетова гордится наставничеством над нынешним зампредом Центра избиркома Казахстана Константином Петровым и руководителем управления внутренней политики региона Лизату Разбаевой. Педагог с 52-летним стажем говорит, сфера образования Казахстана в период независимости значительно выросла, в чем большая заслуга первого президента страны. Образование России в то время было намного впереди, чем наш Казахстан. А сейчас? Сейчас можно гордиться Казахстаном. За годы независимости школ стало больше. Материальная база стала намного богаче. Сейчас, зайдя в новую школу, хочется работать, хочется творить. Государство стало больше уделять внимания именно педагогической общественности, потому что будущее за нашими детьми. 1 декабря, день президента, я считаю это великим праздником. И его надо помнить, потому что он сделал много для нас. И независимость. В этот день хочется всем сказать, берегите свой Казахстан, Стремитесь, чтобы Казахстан процветал, потому что Казахстан намного вперед шагнул многих стран. Около полувека своей жизни отдала педагогическая деятельность Айнаш Калиева. Долгие годы она учила детей казахскому языку и литературе в селе имени Максима Горького в Волгинском районе, который сейчас носит имя Исид Батыра. С 1998 года работала директором 21-й городской школы. На глазах Айнаш Калиевны произошло становление сферы образования независимого Казахстана. Она помнит трудности первых лет после обретения суверенитета. Но никакие сложности не могли затмить успехи учеников, для которых учитель – это не профессия, а призвание. В 90-е годы прошлого столетия, когда наша страна только стала независимым государством, было очень тяжело. Сложные времена были. В школах порой даже электричества не было. Зарплату учителям, да и не только нам, выдавали продуктами, картофелем и овощами. Но все это уже давно в прошлом. За эти 30 лет построили десятки школ, значительно улучшили материально-техническую базу образовательных учреждений. Уже в денежном эквиваленте намного выросли зарплаты. Все это стало плодом нашего суверенитета и грамотным руководством в стране. 30 лет – совсем небольшой срок для полноценного развития государства. Однако нашей стране удалось достичь многого за период независимости и получить признание мирового сообщества. И важнейшую роль в этом сыграли именно учителя, которые воспитали новое, образованное, независимое поколение казахстанцев.